приветствую вас друзья обновился таймер обновилась картинка информация это тот самый легендарный таймер на 232 дня уже который у нас закончится 22 января и там у нас появилась римская цифра 11 первое что приходит на ум это 11 уровень второе это то как оформлен этот 11 уровень это очень сильно похоже на значок режима в корабликах насколько я понимаю там кораблисты рассказывали был тестовый режим 11 уровня возможно в танчиках тоже 22 января стартанет режим где мы сможем протестировать 11 уровень танков это первое к чему можно додуматься что приходит в голову кто-то сюда прикручивает еще lbz 3 0 но lbz 3 0 по интервью можно было понять что они выйдут либо в конце 24 года либо в начале 25 скорее всего они никак не цепляются не пересекаются с 11 уровнем у меня есть что-то сомнение что в ветку прокачки добавят просто 11 уровень и можно будет после десятки докачаться до 11 уровня по крайней мере ближайшее время также многие пишут что все это хоронит игру некоторые наоборот вот давно ждал класс как обычно танкисты разделились на за и против ну можно порассуждать логически балансировщику сейчас и так плохо особенно на низких уровнях там он не так уж часто собирает полные бои особенно если прям уж вообще низко спуститься все в основном играют на высоких ловлах если добавить еще один уровень то часть людей еще и туда перейдет плюс если параллельно еще какой-то режимчик подрубить а у нас постоянно параллельно с рандомом что-то включено там какие-нибудь ранги натиски линии фронта или еще что-нибудь это очень сильно разделяет онлайн если еще уровне добавлять то наверное хотелось бы какую-то систему вместе с этим увидеть в игре которая сделала бы сервера бесшовными чтобы онлайн как-то объединить чтобы он не делился слишком сильно поскольку когда онлайн небольшой на сервере плюс режим включен плюс еще много уровней в итоге там балансировщик собирает какую-то чушь какие-то там карты в черном списке ломает балансировщик 11 уровень явно не поломает а по-любому следующее обновление этого легендарного таймера произойдет у нас 0 5 0 6 это уже буквально завтра но я так думаю там возможно будут какие-то маленькие обновления иногда иногда наверное крупные как вот сегодня которые просто шокируют и мне еще интересно а вот это вот 22 января мы что-то одно ждем или возможно там несколько анонсов будет или несколько событий или мы прям весь год будем про что-то одно собирать информацию поскольку как-то очень быстро все раскрылось возможно потихоньку нас будет кормить информации что это вообще за 11 уровень или что это за 11 я думаю что там очень много танков на 11 уровень наберется и в принципе танков которые еще можно добавить в игру полный полно с этим проблем я думаю нет а вот каковы они будут в балансе не в балансе как и будет кидать будут ли они просто в рандоме или в отдельном режиме это другой вопрос и как мы будем получать просто за прокачку или ранний доступ или еще какая-нибудь чудесная механика по высасыванию ресурсов в принципе вы уже немного посмотрели как работает леста как у нее с балансом как у нее с различными акциями мероприятиями событиями в принципе в таком духе я что-то примерно и ожидаю поскольку а чего ждать от них чего-то что они еще ни разу не делали еще что очень прикольно эти картинки обычненькие очень сильно поднимают ажиотаж разговоры про игру возрастают и тем самым как-то хайп вокруг игры крутится что-то вертится что-то происходит то есть вот такой вот движухой я считаю что разработчики сумели создать какой-то ажиотаж поднимать популярность хотя бы внутри игры что происходило какая-то движня чтобы игра не заставилась происходило движение танкисты разговаривали про игру поскольку вот они показали нам эту цифру 11 никаких объяснений никаких описаний ничего абсолютно ничего что дает огромные просторы для размышления для того чтобы где-то что-то написать и под видосами и в телеграме там где-нибудь вконтакте на форуме везде танкисты строчат свои там догадки разгадки я считаю что разработчики лесты сумели вот таким вот ходом очень сильно поднять обговариваемость игры что очень хорошо для того чтобы создавать хайп и движ вокруг игры вот этот так сказать pr ход мне нравится он прикольный но вот что мы получим 22 января это другой разговор если это просто будет 11 уровень мертвый балансировщик и мертвый баланс это то что я жду поскольку но она и так в принципе есть и без 11 уровня вряд ли 11 уровень все починит если это будет отдельный режим ну зайдем посмотрим в чем проблема если это реально 11 уровень просто в ветках это много добавляет работы на десятки лет вперед что с этими 11 уровнями делать в лбз в клановых боях в рангах в натисках в рандоме в балансе с этим 11 уровня можно еще лет 300 мучиться крутить вертеть их в разные стороны добавлять новые танки в 11 уровень туда еще 3d стилей делать добавлением одного уровня разработчики могут себе придумать на ровном месте еще огромную кучу работы на много-много лет вперед тем самым создадут огромное количество нового контента для игроков вообще в принципе в игре нету недостатка событий нового контента в этом плане разработчики работают хорошо но вот по исправлению чего-то что уже есть в игре каких-то древних косяков балансов карт или балансировщика или баланса танков здесь конечно все на прежнем уровне как и было в плане количества контента туда прям его навалом в принципе это все мои размышления по поводу этого 11 непонятно чего свои размышления можете написать в комментариях с вами был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока что вы смотрите в комментариях на канале не не это Продолжение следует...